Вот министр Шарлапаев выступил с заявлением о том, что у Телесбор не будут отменять. Детушка режима, я повторяю еще раз, детушка режима Санжар Букаев, бывший начальник управления по работе в управлении Алматы, это управление, которое всегда под контролем Комитета национальной безопасности, и этого человека назначал лично Назарбаев. И никакой он там не оппозиционер и так далее. Вот руками этого тетушки режима вас вводят за нос. Что называется, энергию народа сливают в петиции. Вот они организовали 50 тысяч подписей, принесли в правительство, на что Шарлапаев сказал, что мы не будем отменять, а некие провластные, с властью напрямую связанные журналисты говорят, что нет, сейчас это позиции министерства, сейчас будет заседание всяких комиссий и тому подобное. Ерунда. Все эти заседания комиссии имитация. Решение принимается в одном кабинете, кабинете Тукаева. Ну и конечно же Назарбаева, они между собой там договариваются и все. Депутаты это подставные люди, ничего не решающие. Министры, у них права голоса нет. Любого, кто будет нарушать так называемую субординацию, выкинуть в один день. Поэтому, когда вы услышали от Шарлапаева эту позицию, это позиция на самом деле Тукаева и Назарбаева. Вот эти тетушки типа Санжара Бакаева кричат, что вот там нужно в отставку, там нападают на Шарлапаева министра, министра между прочим Путина, который из России приехал. И Скляра, это опять же увод в сторону. Знаете старая байка, типа царь хороший, это бояре плохие. Назарбаев хороший, это просто его министра обманывает. Тукаев, он пятиязычный дипломат, он хороший, такой вежливый. Это вот просто министры плохие, вот Скляр и так далее. Это мы сто раз проходили и сегодня считайте, что политическое обучение. Вся власть в одних руках, в одних. Все решения принимаются ключевые в одном кабинете у Тукаева. Поэтому Шарлапаев, Скляры, это вообще никто, это винтики. Не тратьте энергию. Что они хотят сделать? Вы сейчас подпишите петицию, в это время подгонится другая петиция. Вот вчера, сегодня, все эти дни вы видели и возмущались, справедливо возмущались, что некие предприятия, типа КАМАЗ якобы, который между прочим был организован до появления Утилисбора и работал. Там Казахмыс, это предприятие Нурсултана Назарбаева. КАРМЕТ и ряд других предприятий вышли с заявлением, что не трогайте национального товаропроизводителя. Что якобы Утилисбор не надо отменять. Представляете, там на предприятиях где-то 400 человек, 50 человек работают. Тут миллионы страдают, а какая-то небольшая кучка людей, как уже известно, их просто принудили накормить. Уже везде рабочие прямо сказали, что их принудили выйти и создать массовку. То есть вы понимаете, что это будет? Сейчас вы петицию подписали 50 тысяч, с той стороны большие предприятия наберут за один день 50 тысяч. И вот одна петиция за, другая против. Для чего это делать? Такие вещи делают только руками власти и теми людьми, которые владеют этими крупными предприятиями. Это значит, что эти деньги попадают в их карманы, поэтому они лоббируют. Продолжение следует...